Добрый вечер на канале общественного телевидения НКР время русскоязычной программы. Вестник на календаре воскресенье 29 октября. Сегодня в передаче. Арцаху подарены армянские ковры. Парламент провел очередную пленарку. Материал к Международному дню ООН. В Аргу продолжается проект «Неформальное образование». Вышла в свет вторая книга Альберта Восканяна. Итак, подробности материалов. Подборка сообщений главного информуправления аппарата президента НКР. В понедельник в монастыре Ганзасар президент Баку Саакян принял участие в торжественной церемонии передачи в дар арцахским церквям, сотканных в армянском стиле ковров. На следующий день аналогичная церемония передачи ковров состоялась в резиденции президента. Баку Саакян выразил признательность послу Армении в Ватикане Микаэлю Минасяну и президенту компании Мегирян Карпет Рафи Мегиряну за организацию инициативы. Президент Саакян обсудил с гостями вопросы развития ковроткачества в Арцахе. 24 октября президент Республики Арцах принял делегацию группы «Дружбы Мексика-Армения» Палаты депутатов Мексики, в которую входили Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Терреса Гарсия Брава, Карлос Эрнандес Мирон. На встрече был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов. Особое внимание было уделено налаживанию парламентских связей, развитию сотрудничества в общественной и гуманитарной сферах. Во встрече приняли участие вице-спикеры парламентов НКР и Армении Ваграм Балаян и Эдуард Шармазанов. Мексиканские депутаты возложили цветы к мемориалу в память павших в Арцахской освободительной борьбе сынов армянского народа в Степанакерте. Спикер парламента НКР Ашот Гулян после встречи с мексиканскими коллегами написал на своей странице в соцсети Facebook. «Мы впервые принимаем парламентскую делегацию из Мексики. Уверен, что сегодняшняя встреча станет основой для установления связей и дальнейшего сотрудничества. В этом смысле мы наберены продолжить использовать потенциал парламента для распространения достоверных сведений об Арцахе». 27 октября президент Бакуса Акян принял делегацию Ларийского марза Армении во главе с губернатором Артуром Налбандяном. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Ларийским регионом и районами Арцаха. На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха Азербайджана по сравнению с прошлой неделей наблюдается определенная напряженность. Об этом на встрече с журналистами 24 октября заявил командующий армии обороны Ливон Натсаканян, комментируя ситуацию с применением управляемой противотанковой ракеты типа «Спайк» вооруженными силами Азербайджана 22 и 23 октября, добавив при этом, что азербайджанцы не добились поставленных целей. Ливон Натсаканян заметил, что армянская сторона уже сообщила о том, что если такие удары будут наноситься и в будущем, последует ответ. В тот же день министр обороны НКР Ливон Натсаканян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Андже Каспшика. В ходе встречи Ливон Натсаканян представил послу Каспшику доказательство применения вооруженными силами Азербайджана противотанковых ракетных устройств и минометов. 25 октября посла Андже Каспшика принял президент Республики Арцах Баку Саакян. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Кстати, 25 октября миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линий соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрудского района, сообщает пресс-служба МИД НКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком и без ЧП. К другим новостям. Повестка дня пленарки парламента четверга содержала всего лишь шесть вопросов. После утверждения повестки дня депутаты одобрили представленный первым замруководителя аппарата президента Араиком Лазаряном законопроект о признании, утратившем силу, закон о структуре правительства, что обусловлено принятием новой Конституции. Парламент единогласно поддержал предложенное министром юстиции Араратом Даниэляном дополнение в закон о принудительном исполнении судебных актов, в соответствии с которыми минимальная жилплощадь не может быть изъята у должника взамен долга. Парламентарии одобрили также предложенное министром финансов Григорием Мартиросяном снижение стоимости годовой лицензии на деятельность по производству виноградной водки с 3 миллионов до 50 тысяч драмов. Спикер Ашот Гулян проинформировал о намеченном на первую половину ноября в Ереване межпарламентском заседании двух армянских республик. Пленарка завершилась с заявлениями депутатов Хайка Ханумяна об оптимизации местного самоуправления и Рамелы Дадаян о необходимости разработки концепции народ-армия. Вы смотрите программу «Вестник». 24 октября отмечался Международный день Организации Объединенных Наций, Организации, созданной для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Материал в тему. В чем значение образования ООН в свое время и насколько ООН актуальна сегодня? В значении, чем важна эта структура, наверняка каждый знает, что результат создания ООН объединенных наций, это поствоенный период, решение Ялтинской конференции и в основном кооперация четырех ведущих стран мира – Китая, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Советского Союза, что необходимо создать организацию, которая будет объединенными усилиями, объединенными нациями бороться за притворение мира в жизнь, чтобы мирное будущее человечества было бы обеспечено усилиями представительств международного сообщества. Сегодня, с учетом того, что все международное право и все международные межправительственные институты находятся в состоянии коллапса, и на английском это reshaping, да, они пересматривают институциональные свои возможности, можно сказать, что на сегодняшний день в определенной степени актуальность ограничивается. На сегодняшний день гораздо важнее, чтобы каждая страна была суверенной, да, самодостаточной в плане безопасности, это очень важно. И Апрельская война продемонстрировала, что в первую очередь мы должны быть физически в безопасном состоянии, и свою физическую безопасность мы должны сами себя обеспечить, поскольку последние события на международной арене, это касается вопросов Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана и других, Сирии, таких взрывоопасных очагов, да, планеты, и просто международные межправительственные институты продемонстрируют полную импотентность в этом вопросе. То есть помощь достигает тогда, когда нет необходимости, и уничтожено большое количество людей, разорена страна и так далее. Хотелось бы узнать вашу оценку эффективности деятельности, он все ли идеально, и какие пожелания можно высказать в адрес этой авторитетной организации? Во-первых, это жутко бюрократическая структура, решения принимаются крайне медленно, когда уже нет необходимости эффективно бороться, да, упускается момент эффективной борьбы по утверждению мира и других разных программ, даже программы, связанные с образованием, здравоохранением, очень замедленно все это действует. Пожелание, чтобы структура реорганизовалась и была бы адаптирована к современным требованиям человечества. Свою оценку потенциалу ООН дала по нашей просьбе экс-сотрудник организации Карина Арутюнян. Потенциал огромный, деятельность, я думаю, всеобщеизвестная и полезная, когда она доставлена вовремя, и когда не только со стороны ООН работают и все эти действия показывают, но также со стороны местного населения, местных властей, когда кооперация происходит из искренних, правильных побуждений, когда взаимопонимание есть, тогда, конечно, эффективность налицо. Но если вы позволите, я просто добавлю два слова в другом русле. Когда я работала в одной из миссий послевоенных в далеком Восточном Тимуре, я как первая армянка, которая туда поехала, там был только один армянин до этого из Еревана, который быстро уехал на стажировку в другую страну, мне сказали, ты единственная армянка. Из двух тысяч людей, которые в ООН работали там, меня показывали как представителя армянского народа, потому что не было больше армян. Мне было очень обидно, что на самом деле столько представителей всех народов, из Армении была только я. И я бы призывала, чтобы больше наших молодых людей поступали в разные международные организации, работали, показывали, потому что это не только то, что мы, как ООН, можем сделать для стран, но прежде всего, чтобы и страны другие видели нас, и что мы можем, какой у нас есть потенциал. Поэтому, да, пожалуйста, через вашу программу тоже, я думаю, очень-очень будет важно как-то их призывать к тому, как можно этого достичь, какими путями, через какие возможности, потому что многие не знают, поэтому просто даже не дерзают. Вот и все. В среду, в рамках стартовавшего два года назад по договоренности между правительством НКР и неправительственной организацией «Хельсинкская инициатива-92» проекта «Неформальное образование» в Арцахском госуниверситете состоялась очередная лекция встречи. Проректор Валерий Аванесян представил лектора, замдиректора Бюроканской обсерватории Гайка Арутюняна рассказал о его научной биографии. Проректор отметил важное значение проекта «Неформальное образование». Сам проект очень интересный. Этот проект начали по инициативе Карина Оганджер два года тому назад. И по сегодняшний день это неформальное обучение стало обычной практикой для нашего университета. Лекции в основном посвящены по разным дисциплинам, по разным направлениям. Здесь и история, здесь и экономика, здесь и филология, здесь и астрофизика, здесь и физика, здесь и математика, здесь и химия, здесь и генетика. Поэтому, поскольку проект действительно интересный и очень эффективный, мы намереваемся продолжать эту практику и думаю, что Карина Оганч в этом плане нам также поможет. Отзывы от студентов и преподавателей достаточно положительные, поскольку одно дело в рамках учебных планов проходить какие-то дисциплины, другое дело, если со стороны информация более широкая, более разносторонняя, более многоплановая, непосредственно преподается нашим студентам. Айка Рутюнян в живой форме с использованием слайдов представил студентам актуальные проблемы, связанные с главным светилом нашей планеты – Солнцем. Во-первых, я очень хотел поблагодарить организатора этой программы. Я уже второй раз здесь, в прошлом году у меня была тоже лекция. Это прекрасный, просто очень хороший проект к обучению неформально, дает студентам, в общем-то молодым людям возможность углубляться в разные области науки. В данном случае я связан с астрономией, с астрофизикой, и в прошлом году, в этом году у меня лекции по астрофизике. Сегодня я хочу рассказать об одном светиле, в общем-то, о светлении земного, так сказать, масштаба, вселенского – это наше светило солнце, солнце, которое является источником всей жизни на Земле, но и является источником жизни, представляет также некоторую угрозу для жизни, потому что, в общем-то, всегда в жизни идут параллельно, и то, что рождает, и то, что убивает. Я надеюсь, что студентам будет интересно узнать те подробности, те характеристики, которые, в общем-то, характеризуют солнце нашим. Хайка Рутюнян рассказал о процессе выхода Бюроканской обсерватории из постсоветского кризиса. После распада Советского Союза был период очень-очень тяжелый, вообще для всей науки, но и для астрофизики особенно, потому что астрофизика требует довольно-таки больших затрат для существования. И уже где-то вот к началу 2010-го у нас все-таки появился такой шанс. И, во-первых, обсерватория стала национальным достоянием Армении, что позволило увеличить бюджет обсерваторий. И, кроме этого, у нас появилась возможность работать с российским агентством «Роскосмос», что тоже позволило, в общем-то, улучшить ситуацию. И, слава Богу, сейчас, в общем-то, гораздо лучше ситуация, чем, скажем, 5-10 лет назад. Очередная лекция проекта «Неформальное образование» прошла с успехом. Заинтересовавшиеся темой студенты и естественники получили компетентные ответы на свои вопросы. Альберт Завенович, во-первых, позвольте поздравить вас и со вступлением в Союз писателей Арцаха, и с выходом вашей второй книги. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о ее содержании. Что в новой книге может найти читатель? — Я сказал бы, что это где-то даже можно назвать продолжение моей первой книги. Где это продолжение? Потому что я здесь разговариваю с моим читателем. Я уже знаю конкретных людей, я знаю виртуальных людей, которым нравится, как я пишу, что я выставляю. Я с ними размышляю о жизни. Главное для меня — кто мы такие, зачем и как мы пришли на эту землю, скажем. В чем наша задача? Зачем мы пришли? Куда мы идем? Мы же не только так пришли, чтобы существовать. У нас есть определенная цель, данная свыше. В этой книге у меня очерки, эссе, рассказы. Естественно, сатиры, юмор обязательно. Многие думают, что это юмор как бы не серьезно, скажем, или сатиры, но это неправильно. Я считаю, что можно поднять при помощи юмора очень много наболевших вопросов, высмеи из просто элементарных, которые в наших обществах есть, да, вот скажем. В общем, такая легкая книга, это не мои слова, это все говорят, она легко читается, главное. Я благодаря Нашоту Беглариану, который был редактором этой книги тоже, Ляне Кочелян, который сделала прекрасный дизайн вот обложки этой. Получилось так, что когда книга должна была выйти в свет, у меня в семье было горе. И отец ушел, через 27 дней мама ушла за ним, и я эту книгу посвятил моим родителям. Один из моих рассказов, называется он «На мушки», я посвятил сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел. Можно сказать, Карабаха, а можно сказать, что вообще сотрудника, потому что вне зависимости от региона опасность, она как бы идет рядом с любым сотрудником. И вот я описал реальную историю в этом рассказе, как офицер выехал на вызов, и минут 15-20 был под прицелом тоже, скажем, офицера, но уже войскового офицера. Это было в советское время, это была реальная история, и она была у нас сипна Киртей. Вот я хотел бы прочитать абзац. Уличный фонарь высветил на проезжей части двоих офицеров, стоящих друг против друга. У одного из них было боевое оружие, готовые в любую минуту выстрелить. «Старлей, не дури, опусти оружие, иди в часть, я тебе обещаю, что об этом инциденте никто не узнает». Только и успел сказать Богдан, как в ответ послышался пятиэтажный мат. Богдан смотрел на искаженное, злобое лицо, пьяное лицо офицера, на его стеклянные глаза, вылезающие из орбит. Перевел взгляд на указательный палец его правой руки, лежащий на курке автомата. Палец нервно передернулся. В том, что он может в любую секунду получить пуль в лоб, Богдан уже не сомневался. Я этим рассказом показываю, что у сотрудников полиции, ну уже сейчас полиция, очень тяжелая и трудная работа. Может быть, не совсем логично спрашивать о творческих планах у писателя, потому что писательский труд несколько специфичный, но тем не менее, может быть, что-то уже в процессе, что-то грядет? Да, конечно. Я говорил, что трагедия, она меня как бы выбила из колеи, но я вот потихонечку снова вхожу и начинаю писать. Уже несколько рассказов у меня написано, неплохие тоже, как я вижу. Дело в том, что я все мои рассказы, сперва я как бы прокатываю, выставляю на моем блоге. Мне интересно, как аудитория, она реагирует. Там очень много ценного для меня. А аудитория, это мой читатель, да? Исходя из всего этого, я где-то уже как бы меняю. Когда пишу рассказы, я уже знаю как бы не то, что по желанию, да, вот то, что им интересно, скажем так. Ну, думаю, телевизору не можно сказать по секрету, а по секрету я скажу, что у меня в планах есть сборник юмористических рассказов. Это будет чисто юмор и сатира. Очень много у меня есть, но очень много я еще напишу. Нового. А думаю, будет также интересно моему читателю. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вестник». До встречи на канале общественного телевидения в следующее воскресенье 5 ноября. До свидания.